Вы зовете своего любимого кота ужинать. Царапкин! Вдруг раздается громкий топот. Тарелки на обеденном столе позвякивают при каждом ударе. Со стены падает картина. Это что, землетрясение? Не, это всего лишь кот размером с пони заходит в вашу кухню. И ему нужно в 10 раз больше еды, чем обычной кошке. А морлычет он просто как трактор. Царапкин, перестань кататься, ты перевернешь шкаф. Что ж, это один из возможных сценариев эволюции животных в будущем. Климат, вода, кислород, воздухе и даже гравитация – все эти факторы влияют на ход эволюции. Например, ученые предсказывают, что некоторые виды птиц постепенно потеряют свои теплые перья. В будущем они станут похожи на кошек-сфинксов с клювами и крыльями. То же может случиться и с домашними животными. Постепенно их мех будет становиться короче, пока, наконец, не исчезнет полностью. Городские вредители, такие как голуби и крысы, станут еще больше – размером с кошку. А ведь несколько миллионов лет назад крысы едва ли были размером с ваш мизинец. Это потому, что они прятались в маленьких норах и стремились быть невидимыми для крупных хищников. Теперь они живут в удобных подвалах, которые построили люди, и обустраивают себе там уютные гнезда. А большое количество еды в мусорных баках не дает им голодать. Поэтому они чувствуют себя вполне комфортно и продолжают увеличиваться в размерах. Более того, у крыс развился покрытый жиром мех, так что грязная или токсичная вода просто стекает с него, не причиняя вреда грызунам. С другой стороны, травоядным млекопитающим, вероятно, придется худо. Количество их пищи будет постепенно уменьшаться, ведь со временем на планете станет меньше лесов и зелени, а некоторые растения вообще исчезнут. В конце концов, такие животные, как олени, слоны и жирафы, будут становиться все меньше из-за нехватки пищи. Кроме того, у них уменьшатся глаза, чтобы предотвратить потерю влаги из тела. Уши станут больше, чтобы через них выходило тепло, а хвосты длиннее, чтобы отгонять насекомых. Если млекопитающие уменьшатся, птицы, наоборот, станут больше. А все потому, что они смогут включить свой рацион уменьшившихся животных. Мышцы птиц станут намного сильнее, потому что в поисках пищи бывшим пернатам придется летать на большие расстояния. Животные в жарких и сухих местах, вероятно, научатся получать влагу прямо из воздуха. Для этого им понадобятся длинные паруса или кожные лоскуты. Ранним утром, когда воздух прохладнее, влага будет скапливаться на этих новых частях тела. А у некоторых ящериц воротники разовьются до гораздо большего размера. Тогда они смогут собирать больше дождевой воды. Что касается морского мира, то мы уже видим, как некоторые рыбы выпрыгивают из воды, чтобы ловить насекомых. В ходе эволюции плавники рыб могут стать длиннее и сильнее, чтобы можно было прыгать дальше. Постепенно эти плавники превратятся в крылья, и рыбы станут по-настоящему летающими. Возможно, в будущем эти рыбы смогут охотиться на мелких птиц. Для этого они научатся надолго задерживать дыхание и летать намного выше. Но крупным рыбам и морским млекопитающим придется нелегко. Океан станет намного теплее, и некоторые виды начнут исчезать. Самый крупный обитатель водного мира, синий кит, размером с два школьных автобуса, уменьшится, потому что в океане для него станет меньше пищи. Популяция ящериц и рептилий будет процветать. Эти создания хорошо поглощают тепло, а с изменением климата на нашей планете станет больше насекомых, а значит, больше пищи для ящериц. Последние начнут увеличиваться в размерах. Однако им придется защищаться от больших птиц. Их ноги станут длиннее и сильнее. Таким образом, они смогут бегать намного быстрее, чтобы не становиться для птиц легкой добычей. Что касается насекомых, то, скорее всего, они будут жить огромными стаями и летать в поисках пищи. И они будут очень злыми и голодными, потому что их обычный источник пищи – млекопитающие – либо перестанут существовать, либо существенно уменьшатся. Люди тоже изменятся. Ученые предсказывают, что в промежутке от тысячи до миллиона лет люди полностью потеряют волосы. Наши конечности станут тоньше и длиннее. Средний рост достигнет 2 метров 10 сантиметров. Пальцы на ногах, скорее всего, исчезнут, потому что они больше не потребуются для поддержания равновесия. А голова и мозг станут больше похожи на воздушный шарик. При этом наша продолжительность жизни превысит сотню лет. Так как мы находимся на вершине пищевой цепи и не участвуем в естественном отборе, мы постепенно станем похожими друг на друга. Через десятки миллионов лет все люди, вероятно, станут выглядеть одинаково. Кроме того, человечество разработает технологию генной инженерии. Светящиеся кролики, невероятно большие коровы, супермускулистые свиньи и так далее. Но нам сейчас интереснее, как животные изменятся сами по себе. Так что давайте перенесемся в будущее. Люди уже давно живут на других планетах и в других галактиках. А Земля стала домом только для животных и растений. Единственные следы, которые здесь остались от людей – гигантские города из металла и бетона, похороненные глубоко под поверхностью. И теперь на планете обитают разные невероятные существа, например, такие, как некроптерикс. Это нечто среднее между страусом и стервятником, и размером он со взрослого человека. Длинный и мощный клюв – его основной инструмент для защиты от хищников и для добычи еды. Сильные ноги с длинными когтями делают некроптерикса отличным бегуном. Это существо за день может пройти десятки километров. Некроптериксу нужен теплый мех или перья. Без людей и парникового эффекта температура на Земле ощутимо понизилась. Но с такой теплой курткой можно пережить даже новый ледниковый период. И, как и страус, наш герой размножается, откладывая яйца. Это парашютная землеройка. Она выглядит как самая обычная землеройка длиной в несколько сантиметров. Но у нее есть одна необычная особенность – парашют на хвосте. После рождения землеройки живут в гнездах своих родителей. Покидая их, молодые зверьки взлетают в воздух, а затем открывают свои парашюты из тонкого меха. Теплые потоки воздуха поднимают землеройок вверх и несут их на протяжении суток. Затем животные строят себе гнезда в другом месте, и их детеныши покинут дом точно таким же образом. Вакка похожа на двуногого полосатого жирафа. Это одно из самых быстрых существ на нашей планете, за которым не угонится ни один хищник. Кроме того, с глазами, расположенными высоко на голове и с длинной шеей, вакка замечает угрозу даже сидя в высокой траве. Терабиты – это потомки термитов, и они появятся на Земле через 200 миллионов лет. При возникновении угрозы они извергают поток химических веществ, что-то вроде кислоты из своей огромной головы. Даже самые крупные хищники боятся к ним подходить. При росте около одного метра зеброзавр весит примерно как взрослый человек. Благодаря полосатой окраске его практически невозможно разглядеть в камышах. Он бродит на своих тонких ногах по болотистой местности и питается мелкой рыбой. Его длинная шея и острые зубы позволяют ему бросаться в воду практически как кобре. Он ловит рыбу и заглатывает ее целиком. Но все эти прогнозы очень приблизительны, потому что на ход эволюции влияет миллиард разных факторов. И этот ход в любой момент может пойти совсем в другом направлении. Представим, что на Землю падает астероид, вызывая массовое вымирание и меняя климат на планете. Небольшой процент выживших организмов начинает приспосабливаться к новым условиям. Через несколько миллионов лет появятся животные, которых мы даже представить себе не можем. На старт, внимание, марш! Начинается гонка на скорость и выносливость, в которой сразу же вперед вырывается гепард. Всего за три секунды он разгоняется до 120 километров. И это неудивительно, ведь гепард – самое быстрое животное на планете. Но спустя 20 секунд, преодолев расстояние в семь футбольных полей, животное сходит с дистанции. Тут же вперед вырывается виллорок. Это самое быстрое существо в Северной Америке, которое с легкостью обходит своих врагов – койотов и рысей. Вот это я понимаю фастфуд. Но постепенно виллорок тоже начинает замедляться, зато на умеренной скорости он может бежать очень долго. Осторожно! Голубой гнус совсем близко. Эти животные предпочитают не бегать на максимальной скорости, а перемещаться не спеша, преодолевая 1600 километров во время ежегодной миграции. Чтобы покрыть такое расстояние, вам потребуется ехать на машине 20 часов. А следом бежит сам король джунглей. Как и гепарды, львы непобедимы на коротких дистанциях. Во время охоты они бросаются на жертву, совершая прыжок длиной до 11 метров. Правда, уже через несколько секунд их мышцы начинают уставать. Посмотрите! Постепенно с дистанции сходят почти все спринтеры. Кошки, кролики и медведи не могут долго сохранять темп. Теперь-то мы узнаем, кто продержится дольше всех. Самое быстрое двуногое животное и по совместительству самая большая птица на планете может составить достойную конкуренцию спринтерам. Сухожилия страуса подобны пружинам. Они устроены так, чтобы во время бега птица затрачивала как можно меньше энергии. Но через 45 минут скорость начинает падать, и страус сходит с дистанции. А вместе с ним сдается и велорог. Забавный факт. Животное получило свое название благодаря необычной форме рогов, которая внешне напоминает вилку. Кстати, велороги — единственные животные, у которых роговые чехлы, ежегодно сбрасываются и отрастают вновь. На отметке в один час гонку заканчивает верблюд. Он может ежедневно перевозить тяжелые грузы на 40 километров, но не бегом, а шагом. Кстати, у этого животного три века и два ряда ресниц, которые защищают глаза от ветра и песка. А еще ноздри верблюда могут полностью закрываться при необходимости. Удобно, правда? Ездовые собаки все еще полны сил. У них достаточно энергии и хорошая выносливость. В день такая собака потребляет в пять раз больше калорий, чем обычный домашний пес. Около десяти тысяч. Увы! На отметке в один час двадцать минут четвероногие друзья человека сходят с дистанции. А вот зебры продолжают бежать. Если зебре удается увернуться от прыжка льва, она может с легкостью убежать от хищника благодаря своей выносливости. На самом деле, в 80% случаев льву не удается поймать зебру. А вот и ближайший родственник зебры — лошадь. Сейчас она бежит со скоростью 16 километров в час, но при необходимости может ускориться в пять раз. Скаковые лошади особенно выносливы, поскольку их селезенки качают больше красных кровяных телец, которые снабжают мышцы кислородом. Но на отметке в два с половиной часа и лошадь сходит с дистанции. Наконец, первым бежит человек. Самая большая скорость, которую когда-либо удавалось развить нашему виду, составляет 44,7 километра в час. Этот рекорд принадлежит олимпийскому чемпиону-спринтеру Усейну Болту. Многие животные быстрее людей, зато люди сумели доказать свое превосходство на длинных дистанциях. Марафонец Дин Карнасис без остановки пересек Северную Калифорнию, пробежав 563 километра за 80 часов 44 минуты. Это более трех суток непрерывного пути. Погодите, он что, совсем не останавливался? Ого! Чтобы стать выносливее, наш вид сильно эволюционировал. Наше тело покрыто не шерстью, а двумя-пятью миллионами потовых желез. У нас лучше аэродинамика и потея. Мы охлаждаемся намного эффективнее, чем животные, которые просто тяжело дышат. Сильные ягодичные мышцы удерживают наше тело вертикально, что уменьшает центр тяжести и площадь поверхности, облучаемый солнцем. В отличие от добычи, на которой охотились наши предки, мы бережем энергию, удерживаем равновесие и не перегреваемся. Наше преимущество в упорстве, а не в скорости. Но любой среднестатистический человек, который хоть раз бежал за уезжающим автобусом, знает, что людям нужно тренироваться, чтобы бегать на дальние дистанции. При этом наши мышцы и суставы довольно сильно изнашиваются. Марафонцам нужно несколько недель, а то и месяцев, чтобы подготовиться к забегу или восстановиться после него. Бегуны перешли на шаг, и теперь животные могут проявить свою выносливость во всей красе. Лемминги проводят большую часть дня, рыская в поисках пищи. Крошечные существа в день проходят 16 километров. Это как если бы вы обошли 40 больших каньонов. В день белый медведь обычно преодолевает расстояние в 32 километра, но некоторые особи проходят по 50 километров и более. Белые медведи относятся к морским лекопитающим, поскольку большую часть жизни проводят на льду, и их питание напрямую зависит от состояния океана. В поисках пищи волчьи стаи ежедневно проходят до 50 километров. А одиночки, ищущие новую стаю или пару, могут преодолеть до 800 километров. Это как подняться на Эверест и спуститься с него 50 раз. Только не надо так делать, хорошо? Во время сезона эмиграции северные олени преодолевают расстояние в 4600 километров. Это больше, чем от Сан-Франциско до Нью-Йорка. Зимой, когда световой день идет на убыль, их глаза меняют цвет с золотистого на голубой. Так зрение оленей становится более чувствительным к свету. А это кто там в небе? Познакомьтесь с рубиновым горлом калибри. Если только вам удастся его разглядеть. Эта птичка весит как монетка, но некоторые особи пересекают Мексиканский залив. Непрерывный полет протяженностью 800 километров занимает около 22 часов. Неплохо для самой маленькой птицы на планете. Осторожно, малыш! Тебя догоняет несущийся на скорости 200 километров в час Сапсан. Эти птицы могут в день преодолевать до 1280 километров и развивать скорость пикирования до 300 километров в час. Если учитывать последнюю цифру, можно назвать Сапсана самым быстрым животным на Земле. Что это за тень повисла над Сапсаном? Точно! Это самая большая летающая птица в мире. Размах крыльев странствующего альбатроса достигает 3,5 метров, а преодолеть за раз птица может 16 тысяч километров. Это почти половина пути вокруг света. Альбатросы большую часть жизни проводят в воздухе и спускаются на Землю только во время периода спаривания. А вот и разнокрылая стрекоза, которая недавно перехватила лидерство у бабочки под названием Донаида-монарх и возглавила список насекомых, совершающих самые впечатляющие массовые миграции. Ежегодно бабочки, летя из Канады в Мексику, преодолевают 3 тысячи километров, в то время как стрекозы пересекают океаны и пролетают до 17 тысяч 700 километров. Если хотите установить мировой рекорд и устроить наиболее продолжительную прогулку в мире, вам нужно начать с самой южной точки Африки и дойти до крайней точки на северо-востоке России. Получится 22 500 километров, что составляет более половины окружности Земли. За трехнедельный полет полярная крачка преодолевает около 30 тысяч километров, а это три четвертых окружности Земли. Чтобы пройти столько же, вам понадобится 4 года. И все же это пустяк по сравнению с птицей, которая может безостановочно лететь на протяжении 200 дней. Некоторые черные стрижи проводят в воздухе по 10 месяцев, а это значит, что за всю жизнь они преодолевают расстояние до Луны и обратно несколько раз. Подобно многим перелетным птицам, спасающимся от зимы, едят и спят стрижи во время полета. Переключитесь в рентгеновский режим, и вы увидите, что во время отдыха у этих птиц отключается половина мозга, в то время как другая половина продолжает контролировать полет. В этом нет ничего удивительного. Люди тоже так умеют. Ну, почти. Нам не удается крепко уснуть в незнакомом месте, как раз из-за того, что половина нашего мозга не отключается на 100%. Каждый год во время сезона миграции горбатые киты проплывают более 9600 километров. Они являются рекордсменами среди морских существ по продолжительности миграции. Забавный факт – хвосты горбатых китов уникальны, как отпечатки наших пальцев. Существует даже каталог фотографий хвостов. Если бы акулы умели смеяться, они бы от души похохотали над нашими бегунами. Такие виды, как большие белые и мако, современные родственники мегалодона, никогда не перестают плыть, потому что если они остановятся, то не смогут дышать. При движении в жабры попадает вода, с которой в тело поставляется кислород. При этом для нормальной работы большинству акульих мышц, состоящих из белой мышечной ткани, кислород не нужен. Они идеально подходят для плавания на дальние расстояния. А для коротких скоростных рывков у акул задействуется красная мышечная ткань, которая получает кислород через кровь. Представьте, что едете по проселочной дороге на машине, окна опущены, играет приятная музыка. Вдруг вы видите стадо пасущихся коров, но одна из них сильно выделяется на фоне остальных. По сравнению с ней сородичи выглядят скорее как хомячки. Мировой рекорд Гиннесса и титул самой высокой коровы принадлежит ей – Блоссом. Высоту животное достигало целых двух метров. Кажется, хозяевам Блоссом стоило прикупить ей пару баскетбольных кроссовок. Рост среднестатистической коровы составляет метр сорок сантиметров. Должно быть, Блоссом всегда ощущала себя гигантно. Когда обладаешь таким ростом, нельзя просто бродить по полю и щипать травку. Поэтому Блоссом встречала гостей на местном курорте. Большой Джейк. Поверьте, большой в данном случае при уменьшении. Перед вами самая высокая лошадь в мире. Только представьте, его рост составляет метр девяносто сантиметров. Похоже, нам сегодня понадобится очень много кроссовок для баскетбола. Только взгляните на эту малышку. Перед вами самая маленькая лошадка в мире. Ее зовут Тамбелина, что переводится как дюймовочка. Ее рост составляет всего 50 сантиметров. А это самый маленький в мире жеребчик по кличке Бомбель, что в переводе с польского означает «пузырек». В высоту он достигает 60 сантиметров и не превышает роста собаки. Кстати о собаках. Это Зевс, немецкий док, который был признан самой высокой собакой в мире. В высоту он достигал метра 20 сантиметров и был похож на маленькую лошадку. Представьте, как такой пес будет вас с утра на прогулку. Да, вам понадобился бы довольно прочный поводок. Однако хозяева утверждали, что гигант был послушным и спокойным. А еще у Зевса была серьезная работа. Он был собакотерапевтом и делился своей лаской со всеми, кто в ней нуждался. Представьте, если бы у вас был такой питомец. Вам не нужно было бы каждый день ставить миску с водой, ведь он мог бы просто пить прямо из-под крана. Его можно было бы крепко-крепко обнимать и... Как думаете, сколько бы он ел? А смог бы он поместиться на кровати? Так, много вопросов. А что если бы вы больше любили кошек? Тогда представляем вашему вниманию самого длинного кота в мире. Его зовут Баривель, и живет он в небольшом городке в Италии. Только подумайте, в длину он превышает размер бейсбольной биты. Когда смотришь на его фото, кажется, будто его растянули в фотошопе. Баривель обожает греться на солнышке у окна и наблюдать за всем, что происходит во дворе. Должно быть охота на мышей, для него все равно, что охота на муравьев. Предыдущими рекордсменами были Лудо и Стюи, коты той же породы, что и Баривель. Наверное, от них было очень много шерсти. Переходим к кроликам. Перед вами Дарий. Но прославился он не благодаря своим длинным ушам и милому носику. В среднем кролик достигает чуть больше 35 сантиметров, в то время как Дарий вырос до 127. Дарий живет на ферме в Англии и большую часть времени проводит в открытом поле. Должно быть, такого здоровяка тяжело прокормить, ведь ему нужно очень много морковки. Да уж, в такую кроличью нору я не стал бы спускаться. Так, пора переходить к более экзотическим животным. Или, может, даже мифическим. Миф – это рассказы, с помощью которых люди объясняют невероятные вещи. Помните легенду о человеке с белыми губами? Оказалось, я просто неаккуратно ел чизкейк. А этот быстрый и ловкий подводный зверь может затопить целое судно. Согласно легендам, из-за кракена пропало огромное количество кораблей. Скорее всего, бывалые моряки рассказывали такие истории, чтобы запугать юных матросов. Но позже исследователи обнаружили его младшего брата. Самый большой кальмар достигал 18 метров 30 сантиметров. Жаль, его не удалось заснять. А самый большой кальмар, пойманный в объектив камеры, достигал 7,5 метров. Это же длина целого фургона. Ученые полагают, что в океане могут водиться особи крупнее. Просто они предпочитают не попадаться на глаза. А это большая белая акула, которая наводит ужас на всех морских жителей. Ее называют королевой океана. Жаль, ее нельзя назвать доброй и понимающей. Ученые смогли пометить акулу, чтобы лучше изучить ее. Королева весит около 1587 килограммов. Это как вес шести мотоциклов или 14 тысяч хот-догов. Ее обнаружила команда исследователей в водах Новой Шотландии. Хорошо, что акулы обитают только в океане. А теперь перейдем к самому длинному животному, которое достигает длины половины футбольного поля. Нет, это не змея. Существо обнаружили в глубоких водах у берегов Австралии, потому что оно светилось. Более того, ученые полагают, что это группа животных, которые функционируют как единый организм. Это целая колония существ, которые размножаются и становятся еще больше. Это сифонофоры, и они могут передвигаться как по суше, так и по воде. Пусть короткие лапки не сбивают вас с толку, крокодил бегает по суше ничуть не медленнее, чем человек. Поэтому если вдруг будете убегать от него, постарайтесь забраться как можно выше. Крокодилы не умеют ползать по деревьям, но они наверняка захотят подкараулить вас внизу. Также это самые тяжелые в мире рептилии. Взрослый особь может весить как две машины. Самым крупным животным был морской крокодил из Филиппин. Его звали Ло Лонг, и он достигал 6 метров 10 сантиметров в длину. Это как длина двух столов для настольного тенниса. Ну, двух зубастых столов. А вот еще одна рептилия прямиком из Малайзии. Как-то раз рабочие отдыхали на стройке во время перерыва. И вдруг увидели... Огромную трубу? Нет, змею. Это оказался самый длинный в мире питон. Потребовалось более пяти человек, чтобы вынести его со строительной площадки, не причинив вреда ни ему, ни себе. Змея достигала 7 метров 90 сантиметров в длину и весела около 249 килограммов. Она была чуть короче фонарного столба. Ранее звание самой длинной змеи, живущей в неволе, принадлежало питону по кличке Медуза. Такая рептилия может съесть жертву, вес которой равен ее собственному весу. Это как если бы я съел 280 гамбургеров. Пожалуй, обойдусь без картошки фри. Вернемся под воду. Перед вами самый крупный когда-либо пойманный голубой сон. Семья Андерсонов поймала его в штате Вирджини еще в 2011 году. Весел гигант практически 65 килограммов. Это как выловить из озера стиральную машинку. Отцу сына пришлось изрядно попотеть, чтобы затащить его на палубу. Не будем обходить стороной самую большую кошку в мире. Нет, это не лев и не тигр, а что-то среднее между ними. Лигр. Лигры не живут в дикой природе. Поскольку львы и тигры обитают в разных частях света, их получили путем скрещивания. Абсолютный рекордсмен – геркулес. Он весит 408 килограммов и является самым большим плотоядным млекопитающим во всем мире. Геркулес унаследовал свой рост от матери тигра и вес от отца льва по имени Артур. Хотите узнать, как называется детеныш, львица и папа-тигра? Тигролев. В численности они уступают лиграм, но выглядят так же необычно. А это древнегреческое мифическое существо химера. Частично лев, частично козел, частично змея. В некоторых источниках упоминается, что у него также были крылья летучей мыши. А еще зверь был огнедышащим. Чтобы справиться с таким, понадобилась бы целая команда пожарных спартанцев. А что, получилась бы веселая барбекю-вечеринка? Не будем забывать и про людей. Абсолютным рекордсменом является Роберт Уодлоу из штата Иллинойс, США. Его рост составлял 2,5 метра. В возрасте 9 лет он мог взять на руки своего отца. Он съедал более 8000 калорий в день и носил обувь 76-го размера. Вид ее приближающегося плавника любого приведет в ужас. Из-за нее вам бывает боязно купаться в море. У этого хищника гигантские и невероятно острые зубы. Вы уже, наверное, догадались, что я говорю о большой белой акуле. Если самый страшный охотник покидает свои угодья, на то должна быть веская причина. Но что могло так напугать большую белую акулу? Огромный монстр из книг, по сравнению с которым даже мегалодон кажется крошечным. А вот и нет. Ничто не наводит на морских жителей такой ужас, как касатки. Когда эти мощные животные начинают охотиться на тюленей и кальмаров, даже самые большие и грозные акулы предпочитают не попадаться им на глаза. Неизвестно, охотятся ли касатки на них целенаправленно или просто не терпят конкуренции. Единственное, в чем специалисты уверены, это то, что акулы сбегают подальше и порой не возвращаются целый год. И на то есть причина. Касатки гораздо крупнее больших белых акул и в поисках свежего мяса охотно пускают в ход свои мощные зубы. Также касатки очень умны и часто действуют группами. Им не представляет труда ловить косяки рыб, сгонять тюленей со льда и даже гоняться за горбатыми китами. Итак, если сама большая белая акула боится касатки, стоит ли вам бояться этого создания? Лично я предпочитаю держаться подальше от любого дикого животного. Но вы можете расслабиться. Касатки разборчивы в еде, и, к счастью, люди не входят в их меню. Они вряд ли изменят свой рацион только потому, что вы решили искупаться. Кстати, касатки – это не просто представители китообразных, но и самый крупный вид дельфинов. Впрочем, акулы боятся и афалин. Акула не справится даже с одной особью, не говоря о целой стае. Проворным млекопитающим ничего не стоит перехитрить акул. А собственные морды они используют как таран. Хищникам это, конечно, не нравится, поэтому они предпочитают поскорее покинуть территорию. Когда мы говорим о лучших охотниках животного мира, первыми на ум обычно приходят волки. Их стаи могут контролировать огромные территории. И поскольку волки находятся на вершине пищевой цепочки, они могут выбирать себе в меню все, что им заблагорассудится. Волки очень умны, быстры и проворны. Но главное преимущество этих хищников – численность. Если на них нападет медведь или пума, волки смогут отстоять свою территорию за счет количества. Иногда охотник может превратиться в добычу. Но волки выигрывают не только за счет численности. Другим животным сложно было бы одолеть и одну особь. В общем, никто не стремится связываться даже с волками-одиночками. Представьте, что вы могли бы наброситься на дикого кабана, щеголяя ярким нарядом посреди заснеженной пустыни. Амурские тигры примерно так и поступают. Это самые крупные дикие кошки в мире. Они достигают трех метров в длину и весят до ста восьмидесяти килограммов. Такой котик мог бы запросто перемахнуть через вас, перенося добычу, вес которой вдвое превышает его собственный. Единственное животное, способное бросить вызов этому королю леса – крупный бурый медведь. Неудивительно, что амурский тигр находится на вершине пищевой цепи в своей среде обитания. А в водах Южной Америки всем заправляет анаконда. Она опасна даже для ягуаров и кайманов. Гигантская змея умеет отлично маскироваться в мутных речных водах. Она затаивается на дне и ждет, когда какое-нибудь животное решит спуститься к водопою. И тогда-то змея наносит удар. Она использует свои острые изогнутые зубы и четыре с половиной метра мускулатуры, чтобы схватить и удержать обед. К счастью для большинства животных, наевшись досыта, анаконда может неделями или даже месяцами не охотиться. Но самая большая в мире змея не является самой опасной. Этот титул принадлежит черной мамбе. Львы, пятнистые гиены, жирафы и даже слоны стараются избегать этих змей любой ценой. Они прекрасно знают, что их может убить один единственный укус. Мамба вырастает приблизительно до четырех метров в длину. Это вторая по величине ядовитая змея в мире после королевской кобры. Черной мамбе также принадлежит титул самой быстрой змеи. Она передвигается со скоростью 19 километров в час. А это максимальная скорость большинства беговых дорожек. А теперь поговорим о соседе анаконды – электрическом угре. Очень немногие животные способны пережить встречу с этим заряженным существом. Тела электрических угрей оснащены примерно шестью тысячами специальных клеток, которые производят разряды напряжением до 800 вольт. Это в несколько раз больше, чем в розетке. Такого заряда достаточно, чтобы сбить с ног лошадь. И включить праздничные огни. В 2019 году работники океанариума в американском штате Теннесси подключили несколько гирлянд к аквариуму с электрическим угрем. И каждый раз, когда он бил током, гирлянды загорались. А вот еще один удивительный факт об этих рыбах. Электрические угри дышат воздухом. Они всплывают на поверхность примерно каждые десять минут, чтобы наполнить легкие. Точнее, легкое, которое расположено во рту. Является ли король джунглей безраздельным правителем? В книгах и фильмах – конечно. В реальной жизни все не так просто. Во-первых, львы живут на африканских равнинах, а не в джунглях. Во-вторых, у них есть множество соперников, таких как гиены, леопарды и крокодилы, которые часто пытаются завладеть короной. Даже зебры и жирафы, оказавшись загнанными в угол, могут отбиться от этих хищников. Если говорить о мощности укуса, то тут бесспорный лидер – нильский крокодил. Его челюсти в пять раз мощнее, чем у льва. Но чтобы не попасться ему в зубы, достаточно избегать воды. Со львами такой фокус не пройдет. Они развивают скорость до 80 км в час, прыгают на расстояние, равное длине автобуса, и забираются на деревья. Самый главный соперник льва – гиенновидная собака. Эти два вида охотятся на одну и ту же добычу на одной и той же территории. Конечно, с большим львиным прайдом собакам не справиться. Но у них есть секретное оружие против кошек. Выносливость. Львы развивают очень большую скорость, но не могут поддерживать такой темп долго. Чтобы перемещать более 180 кг мышц на большие расстояния, требуется очень много энергии. А вот у гиенновидных собак длинные и мускулистые ноги, и очень большие легкие относительно тела. Это означает, что они могут быстро бегать на большие расстояния. Именно так они и охотятся. Их жертвы просто устают от погони. Есть еще одно животное, которое не побоится сразиться со слишком любопытным львом – бегемот. Гиппопотамы кажутся милыми, добрыми и мягкими. Но на самом деле это одни из самых опасных животных на планете. Статистика утверждает, что человеку стоит бояться их гораздо больше, чем больших белых акул. И они абсолютно точно не мягкие. Бегемоты невероятно мускулисты и весят не меньше автомобиля. Их острые клыки могут достигать длины предплечья человека. Эти существа совершенно ничего не боятся. Даже львы и крокодилы предпочитают держаться на расстоянии. На латыни их название означает «водяная лошадь». И они действительно проводят под водой до 16 часов в сутки. Кстати, бегемоты не умеют плавать. Если вы видите, как животное плывет, знайте, оно просто отталкивается от дна озера или реки. Однако бегемот все равно разгоняется быстрее олимпийского пловца. Так что будьте осторожны. Да, льву придется потесниться. Гиппопотамы – настоящие властители Африки. Но я бы не рискнул подойти к ним, чтобы вручить награду. Что же касается повелителя леса, то этот титул заслужил медведь-гризли. Хоть он и весит более полутонны и похож на большой пушистый шар, медлительным и неуклюжим – его не назовешь. Гигант способен довольно долго бежать на скорости 40 километров в час. В гору, под гору, по любой пересеченной местности. Ха, неважно. Эти внедорожники животного мира не сбавляют темп. У медведей нет врагов в животном мире. И они располагаются на самом верху пищевой цепи. Как хорошо, что, по крайней мере, треть года они спят. Надеюсь, вы никогда не столкнетесь с лицом к лицу с гризли. Особенно перед спячкой. Осенью они становятся особенно голодными и стараются вдоволь наесться перед наступлением зимы. Беркут – самая крупная хищная птица в Северной Америке. И он встречается по всему континенту. Размах его крыльев достигает двух метров, а зрение у Беркута невероятно острое. Птица может заметить кролика с высоты пять километров. Это как если бы вы могли разглядеть муравья с высоты десятиэтажного здания. А во время пикирования пернатые хищники развивают скорость до трехсот двадцати километров в час. С такой же скоростью летит выпущенная стрела. Вжух! Трудно поверить, но под полосатой шерстью у зебр черная кожа. Черные и белые полоски нужны им для того, чтобы контролировать температуру тела. Так рядом с животным создается микроциркуляция воздушных потоков. Они также могут приподнимать волоски на черных полосках, чтобы задержать тепло, в то время как белые волоски остаются плоскими. Так что, если бы зебры были полностью белыми или черными, им бы пришлось искать другой способ для терморегуляции. И для маскировки от хищников. Ведь эти черные украшения также создают эффект ослепления. И понять, в каком направлении движется зебра, становится очень сложно. А вот панды не используют свою шерсть для контроля температуры тела. Черные отметины вокруг их глаз необходимы для выживания в лесу. Они помогают им распознавать друг друга и общаться с другими пандами. На них охотятся леопарды. Поэтому черный мех на их мордашках и конечностях делает их менее заметными. В темноте они могут сливаться с окружающей средой. А вот большие белые пятна помогают им прятаться зимой. Гепарды имеют более двух тысяч отдельных черных пятен по всему телу. И у каждого из них свой уникальный рисунок. Им нужны эти пятна, чтобы оставаться незаметными во время охоты и преследования своей добычи. Гепарды рождаются с такими пятнами, поэтому даже будучи детенышами, они защищены от других животных. Без пятен им было бы гораздо труднее и охотиться, и прятаться. Кожа под пятнами одного цвета, без каких-либо признаков пигмента. В отличие от гепардов, у тигров знаменитый рисунок имеется и на шкуре, и на коже. Им нужны полосы, чтобы прятаться от своей добычи, полностью сливаясь с высокой травой. На первый взгляд тигровый окрас не имеет ничего общего с цветом травы, но большинство животных в дикой природе дальтоники могут различать только черный, белый и некоторые оттенки серого. У многих животных есть полосы, но шмели – одни из самых маленьких их обладателей. Их черные и желтые полоски помогают им защититься от хищников и являются неким своеобразным предупреждением о том, что употребление в пищу этого насекомого может закончиться неприятным укусом. Шмели также могут быть полностью черными или полностью белыми, но они не альбиносы. Они также могут иметь красные, оранжевые и желтые полоски, даже синие, зеленые и фиолетовые. Попробуйте найти млекопитающее, которое бы выглядело так же ярко и разноцветно, как мандрил, и вы наверняка потерпите неудачу. На их голове и ягодицах есть красный, розовый, синий и фиолетовые оттенки. Цвета обычно определяют социальный статус животных. Чем они ярче, тем важнее. Самый яркий самец – мандрил – всегда самый главный. Эти животные живут группами до 200 особей. Из-за гормонов они постепенно теряют волосы на ягодицах, отчего яркость только усиливается. Цвета также становятся ярче, когда мандрил возбужден. Так что, да, их зады весьма убедительно краснеют. Такое происходит только у самцов. А самки в основном имеют коричневый окрас вообще без каких-либо признаков ярких пятен. Взрослые бабуины очень похожи на мандрилов, но их цвета работают иначе. Они рождаются полностью розовыми, а по мере взросления кожа начинает темнеть. А с волосяным покровом на их теле вообще происходит необычная и даже немного странная вещь. У новорожденных бабуинов шерсть черная, но по мере взросления она становится все светлее и светлее, и со временем бабуины становятся светло-серыми. Трудно сказать, почему это происходит, но, вероятно, это помогает им маскироваться. Самцы пауков-скогунов почти такие же яркие, как мандрилы. Их тельца могут быть красными, синими и желтыми, но это нужно им вовсе не для привлечения самок. Они используют цвета как сигнал о том, что они ядовиты. Несмотря на то, что выглядят они весьма пугающе, на самом деле этот вид пауков очень дружелюбен. Ягуары имеют невероятные, уникальные узоры. Каждое их пятнышко похоже на розу, поэтому их и называют розетками. Хотя ягуары очень похожи на леопардов, разницу заметить довольно легко. Ягуары крупнее леопардов, как и их пятна. Однако иногда из-за мутаций обе эти кошки могут быть полностью черными. Таких особей называют черными пантерами. Хотя они вовсе не являются каким-то отдельным видом. Ты выглядишь просто потрясающе! Павлины кажутся разноцветными, но на самом деле их оперение коричневое. Перья этих фантастических птиц весьма примечательны тем, что особым образом отражают цвет. Поэтому они выглядят голубыми, изумрудными и бирюзовыми. Иногда их цвета меняются в зависимости от того, с какой стороны вы на них смотрите. Павлинам очень важно показывать глазоподобные узоры на хвостах, которые называются глазками. Таким образом они производят впечатление на других птиц. Вот вам интересный факт про павлинов. Их оперение состоит примерно из 200 больших перьев и 170 из них имеют глазки. У белых медведей под густым белым мехом совершенно черная кожа. На самом деле их мех не совсем белый. Шерсть на их шкурах полая и почти прозрачная, что делает их совершенно невидимыми на снегу. Но их черная кожа поглощает тепло солнечного света. Основная трудность в том, что им нужно постоянно держать свой мех чистым, иначе он их не согреет. Жирафам пятна на шерсти нужны для маскировки. Не бывает двух жирафов с одинаковым рисунком. Они также уникальны и неповторимы, как и наши отпечатки пальцев. Но их узоры устроены куда более замысловато, чем кажется на первый взгляд. Под пятнами у жирафов весьма сложная система кровеносных сосудов. Они помогают теплу правильно циркулировать, потому что именно там кровь находится очень близко к поверхности. Однако непосредственно на их коже никаких пятен нет. Черепахи тоже могут похвастаться разнообразием узоров. У них они располагаются на квадратах или щитках. Иногда они бывают ярко окрашенными для привлечения других черепах. На структуру их панциря влияет то, в насколько теплых или холодных условиях они находились до рождения. Если температура была низкая, у таких черепах щитки довольно большие и плотные. При более высоких температурах во время вылупления у черепах щитки получаются меньше. Бабочкам очень нужны яркие крылья для предупреждения, маскировки или привлечения других бабочек. Узоры на поверхности и на задней стороне крыльев сильно различаются. За один-два дня до того, как личинки становятся взрослыми бабочками, они начинают проявлять окраску. Именно чешуйки на крыльях бабочки определяют, какого именно цвета она будет. Цвет чешуи обычно образуется от химических пигментов, но иногда их удивительные цвета – это просто отражение света. Еще одно невероятно красочное существо – красноглазая квакша. При рождении такие лягушки обычно бывают коричневыми, но вырастая, они постепенно зеленеют, а на боках появляются желтые и синие полоски. Их ступни могут быть оранжевыми или даже красными, как и их глаза, а задние лапки покрыты синими пятнышками. В итоге они начинают выглядеть, как маленькие радуги. Когда такая лягушка спасается бегством, мигающее великолепие может сбить с толку любого хищника. Рыба Фугу – настоящий гений камуфляжа. У нее нет чешуи, а кожа выглядит как коралл, что помогает ей защищаться от хищников. Сама кожа белого цвета, но при этом вся покрыта черными, коричневыми и зелеными линиями. Но на всякий случай, если кто-то вдруг захочет попробовать эту рыбу на вкус, нужно иметь в виду, что она очень ядовита. Удавы могут похвастаться красивыми узорами, которые состоят из разных цветных чешуек. Их чешуя чувствительна к теплу, как и губы. Хотите это выяснить – поцелуйте одного из них. Это помогает им находить потенциальную добычу. Их цвет больше нужен для маскировки, хотя иногда среди них попадаются и удавы-альпиносы. Коровы, которые любезно делятся с нами молоком и имеют такие отличительные пятна, называются галштинов-фрисскими коровами. На самом деле, никто до сих пор не имеет никакого понятия, для чего им нужны пятна. Некоторые из них даже не черно-белые. Они могут быть и рыжебелыми из-за рецессивного гена. Но вы никогда не встретите двух коров с одинаковым рисунком. Все они абсолютно уникальны. Вот так вот. Ядовитые лягушки-древолазы очень яркие. Их цвет – невероятная смесь оранжевого и красного, почти неонового. Но пятна также могут быть и бирюзовыми. У некоторых видов, наряду с черными, имеются золотые пятна. Яркие цвета помогают решить сразу две задачи. Во-первых, они дают понять всем животным, что они очень ядовиты. Это хорошая идея, ведь никому не захочется их есть. Иногда весьма полезно иметь плохую репутацию. Одна золотая ядовитая лягушка длиною 2,5 см содержит в себе достаточно яда, чтобы убить как минимум 10 человек. Во-вторых, такой окрас помогает самцам привлекать самок, которые предпочитают более ярких из них. Видимо, отрава отношениям не помеха. Ну и королем комедии в дикой природе определенно является хамелеон. Настоящий король цвета. Некоторые из них могут полностью менять цвет, другие – лишь некоторые оттенки. Изменение их цвета – это очень сложный процесс. Их кожа содержит пигменты, а под ними находятся клетки со специальными кристаллами. Хамелеоны могут изменять пространство между этими кристаллами, заставляя свет отражаться по-другому, меняя цвет их кожи. В основном они делают это для маскировки, а также для регуляции температуры тела. И, конечно же, чтобы быть героями всяких смешных анекдотов. Вау! Наш герой прославился в сети благодаря… Ммм, не самой привлекательной внешности. Но соревнование было нечастным. Сейчас я говорю про уникальную в своем роде рыбу-каплю. Существо представили публике в аквариуме, где оно напоминало тягучую скользкую каплю. Под водой, в естественной среде обитания, оно выглядит как обычная рыба. Рыба-капля обитает на дне у побережья Австралии. Она в изобилии водится на глубине примерно 900 метров. Давление здесь в 120 раз выше того, к которому мы привыкли. И лишь подводные лодки могут сюда добраться. У приунывшего существа нет скелета и мало мускулов. Вместо них огромному давлению противостоит желеобразная плоть. Вы не увидите большую белую акулу ни в одном аквариуме мира. В прошлом многие океанариумы пытались поселить белых акул рядом с их сородичами. Однако ничего не получалось. Акулы отказывались от пищи и с трудом плавали. Идея также оказалась накладной. Содержать белую акулу было дорого, так как требовался огромный резервуар, вмещающий миллионный литров воды. Эти существа не задерживаются надолго на одном месте. Они предпочитают водные просторы, позволяющие проплывать огромные расстояния. Ни одну из особей не содержит в неволе с 1970-х. Саола, которую часто называют азиатским единорогом, была обнаружена только в 1992 году. Она обитает на склонах Аннамских гор между Лаосом и Вьетнамом. Животное напоминает антилопу, однако генетические исследования показывают, что у него гораздо больше общего с коровами. Саола – одно из самых редких крупных млекопитающих в мире. Ученые говорят, что в дикой природе осталось всего от 70 до 750 особей. Да, цифры не самые точные. Ученым просто не удается отследить этих животных. До сих пор были пойманы всего две особи. Теперь перейдем к морским единорогам – нарвалам. В мире более 80 тысяч этих созданий. Но все равно их судьба вызывает опасения. Их голову венчает длинный узкий рог, как у единорога. Но на самом деле это зуб, длина которого может достигать трех метров. Нарвалы – родственники китов. Но в отличие от них, эти животные не мигрируют. Они всю жизнь проводят в арктических водах Гренландии, Канады, Норвегии и России. Они могут жить до 50 лет, но в естественных условиях, а не в неволе. Так что зоопарк – не лучшее место, чтобы ими полюбоваться. В отличие от других животных в нашем списке, ласточек можно встретить повсеместно. Эту прекрасную птицу легко узнать по характерному темно-синему оперению. Но несмотря на широкое распространение, этот вид нельзя содержать в зоопарке. Птицы питаются на лету, отлавливая еду в воздухе. Это значит, что ласточки едят лишь летающих насекомых. Птицам требуются обширные вольеры с огромным пространством для полетов, чего не может предоставить большинство зоопарков. В неволе содержится огромное количество равнинных горилл, чего нельзя сказать про их горных собратьев. У этих приматов более длинный мех, и он скорее серый, чем коричневый. В дикой природе обитает всего около тысяч особей. Это значит, что виду угрожает опасность. Горные гориллы проводят четверть дня за трапезой. В 60-х и 70-х годах прошлого века люди предпринимали массу попыток содержать и разводить их в неволе. Но все они не увенчались успехом. Возможно, гориллы не могут жить в замкнутой среде из-за особого рациона. В его отсутствии здоровье горилл серьезно страдает. Еще одной из причин может быть стресс. Сегодня вы не увидите ни одной горной гориллы вне естественной среды обитания. И снова вернемся в морскую пучину, чтобы встретиться с гигантским кальмаром. Громадина, ставшая прототипом кракена, остается загадкой для ученых. Мрачные глубины морей осложняют изучение этого вида. Исследователям удалось получить совсем мало информации благодаря особям, которых выбросило на побережье. В 2004 году японские ученые впервые сделали фото живого гигантского кальмара. А через два года им удалось приподнять одного из них на поверхность. Глаза животного размером с надувной мяч, так как оно обитает на огромной глубине. Это позволяет кальмар увидеть в самых темных уголках океана, там, где другие виды не могут ничего разглядеть. Людям пока не удалось поймать гигантского кальмара, чтобы содержать его в неволе для полноценного исследования. Далее в списке редчайшей из самых крупных млекопитающих планеты – Яванский носорог. Менее 70 особей, оставшихся в природе, проживают в национальном парке на острове Ява в Индонезии. Из всех пяти видов носорогов этому угрожает самая серьезная опасность. Ученым известна точная продолжительность жизни животного, но предположительно она составляет 30-40 лет. В ареале обитания носорогов случаются цунамии, их также окружают масса активных вулканов. Если случится извержение, Яванские носороги могут исчезнуть. О нашем следующем герое вы, возможно, никогда не слышали. Это Индри – коренной обитатель Мадагаскара. Уникальный примат, передвижение и питание которого полностью связаны с деревьями. В дикой природе он живет 15-18 лет, но в неволе некоторые особи едва могут протянуть один год. Скорее всего, причина в стрессе и беспокойстве. Ученые также считают, что уникальный рацион этих приматов нельзя повторить в неволе. А еще Индри не размножаются вне естественной среды обитания. Розовый сказочный броненосец не способен творить чудеса. Это милое существо с розовым панцирем, напоминающее батарею отопления, и самый маленький из броненосцев, который всю жизнь роет землю огромными передними когтями. В основном по ночам. Его едва ли можно увидеть и тем более нельзя поймать, поэтому у ученых пока не было шанса изучить этого малыша. Кстати, встречается он лишь в центральной части Аргентины. Редкие насекомые часто содержатся в зоопарках, однако вы никогда не увидите здесь жирафа-долгоносика. Откуда такое название? У жука невероятно длинная шея. Она помогает ему обустраивать гнездо, безо всякой лестницы. Большую часть жизни жуки кормятся листьями единственного дерева, которое было названо в их честь деревом жука-носорога. В Новой Зеландии водится другой жираф-долгоносик, но эти два вида не имеют ничего общего. Прямиком из глубочайшей точки мирового океана – Марианский морской слизень. Он обитает на глубине 8 тысяч метров. Практически на той же высоте летают самолеты. Но, конечно, над землей. Давление на этой глубине настолько мощное, что вам могло бы показаться, что на вашей ноге стоит слон. Ай! Естественно, такая рыба не сможет жить в обычном аквариуме. Еще один любитель морских глубин – осьминог Дамбо. Он обитает на глубине 4 тысячи метров. Здесь ему редко что-то угрожает. У него, в отличие от собратьев, нет чернильного мешка, позволяющего скрываться от врагов. Дамбо принадлежит к семье зонтичных осьминогов. Вы можете заметить, что его щупальца соединены кожей. Поэтому, двигаясь в воде, осьминог напоминает зонтик. Немногим посчастливилось увидеть осьминога Дамбо. Но, к счастью, виду не угрожает опасность. Никто не может опуститься так глубоко и причинить ему вред. И, наконец, один из ключевых факторов, который определяет, сможет ли существо выжить в аквариуме – это размер животного. К примеру, для синего кита подойдет лишь резервуар размером с целый океан. Этому животному требуется тонна еды, которая не поместится ни в одном аквариуме. Этот вид находится под угрозой исчезновения. Осталось менее 25 тысяч особей. Киты преодолевают тысячи километров во время миграции. Иногда, покоряя огромные дистанции, животное спит на ходу. Но его сознание не отключается полностью. Кит просто дремлет, рассекая воду. Ммм, какой красавец. Слышитесь, это с нас очень тяжелой головой. Хмм, куда делась удобная кровать? Как получилось, что вы уснули на влажной и грязной земле? Погодите-ка, вы что, в джунглях? Рядом лежит рюкзак с водой, печеньем, шоколадными батончиками и курткой. Это явно ваше. Но как вы сюда попали? Погодите, а зачем вам куртка? Тут так жарко, что она вряд ли понадобится. Серьезно, что это за место? Гигантские лиственные растения, густые деревья тропического леса. Ммм, похоже на юрский период. Вы подпрыгиваете на месте от страха, оглядываетесь и бежите под одно из тенистых растений. Пожалуй, это было не лучшим решением. Вы вспоминаете, что ужасно играете в прятки. Но уже поздно. Вдруг из кустов показывается огромное странное животное и смотрит на вас в упор. Динозавр! Вы кричите и зажмуриваете глаза. Все тело пробивает дрожь. Кто бы мог подумать, что именно так начнется ваше утро? Погодите-ка, динозавры не лают. Вы открываете глаза. Существо прыгает вокруг вас с высунутым языком. Виляет длинным хвостом и лает. Знакомая картина. Это что, собака? Вы облегченно выдыхаете. Какая-то она странная. Перед вами собака Завр. Пес серый и мохнатый. Но он так похож на тираннозавра. У него короткие передние лапы и крепкие челюсти, усеянные острыми зубами. Пока доисторически пес облизывает вас с ног до головы, из кустов появляется еще одно мохнатое существо. Белый мех, короткие передние лапы, маленький серый хвост. До смешного длинные уши. Это же кролезавр! Животные начинают гоняться друг за другом и дурачиться. Неужели все происходит наяву? Вскоре собака Завру становится скучно. Он подбегает к вам и начинает тереться головой о вашу руку. Вы гладите его, параллельно думая, что делать дальше. Что будет, если зверь разозлится или проголодается? Я назову его Макс. Вы хватаете палку и кидаете ее как можно дальше. Пес скрывается из виду, и вы продолжаете размышлять. Что это животное делает в джунглях? Кто еще тут живет? Все ли обитатели такие же дружелюбные? Внезапно вы получаете исчерпывающий ответ на один из вопросов. За вашей спиной раздается душераздирающий рык. И вы медленно поворачиваетесь. В паре метров от вас стоит чудовище. Его взгляд прикован к вам. На секунду вы замираете от ужаса, но тут же вздыхаете с облегчением. Перед вами всего лишь зебра. Точнее, зеброзавр. Мускулистое тело животного покрыто черными и белыми полосами. Вы только посмотрите, какая у него длинная голова. Зеброзавр делает шаг вперед. Но ведь зебры едят только траву, верно? Остается надеяться, что этот зверь тоже. Что же вы сделаете? Убежите, упадете на землю и замрете? Или погладите гиганта? Ого, вдруг из кустов выскакивает еще более мохнатый зверь. Мне показалось или кто-то смеется? Погодите-ка, это же гиена! Или гиенозавр? Гиены обладают одними из самых мощных челюстей и шейных мышц среди всех животных. А этот зверь еще и наполовину динозавр. Довольно пугающее сочетание. Вы выбираете бегство. Зебра следует вашему примеру. Вы бежите, прорываясь сквозь лиственные растения и спотыкаясь о корни высоких деревьев. Вы прыгаете, пригибаетесь, уворачиваетесь и, наконец, выбираетесь из чащи на прекрасный пляж. Теперь у вас есть время продумать дальнейший план. Океан, пальмы, солнце и свежий морской воздух. Вы делаете глубокий вдох и закрываете глаза. Гигантские лапы мягко ступают по траве, изящный хвост подрагивает. Перед вами появляется огромное сероватое существо с длинными когтями, спрятанными в пушистых мягких лапах. Вы смотрите на голову животного и ужасаетесь. Она похожа на голый череп с острыми зубами и желтыми глазами. Но вы совершенно не интересны этому зверю. Он пригибается, будто готовясь к прыжку. Но затем катозавр начинает лениво мурлыкать и вылизывать свой мех. Как хорошо, что он не принял вас за мышь, палку, мяч или картонную коробку. Но, знаете, кошки любят необычные вещи. Внезапно пляж становится полон гигантских красных крабов. Сотни морских созданий выбираются на берег и занимают все видимое пространство. С каких это пор у крабов 10 глаз и 4 огромные клешни? Дело в том, что это не обычные крабы, а крабосирапторы. Вы прикрываете рот рукой, но не можете сдержать испуганный крик. Вы бежите обратно в джунгли. Спорная идея. Вы несетесь без оглядки и мечтаете лишь о том, чтобы больше никогда не слышать щелканье жутких клешней. Но что-то меняется. Джунгли будто трансформируются. Вокруг больше нет ни лиан, ни огромных листьев. Воздух стал прохладнее, а тропинки шире. Похоже, вы попали в обычный лес. Вы выходите на огромную поляну с озером посередине. Идеальное место для селфи, если не считать доисторических монстров и деревья, которые, похоже, могут менять форму. Вдруг над озером раздается пронзительный крик. Несмотря на причудливый вид животного, по изогнутой шее вы понимаете, что это лебедактиль. И, конечно, он отличается от птиц, которых вы привыкли видеть. У него острый, как бритва, клюв, большие сильные когти и зоркий взгляд, способный заметить добычу за несколько километров. Но вы не рыба, так что, скорее всего, бояться вам нечего. Только полюбуйтесь на это озеро. Повсюду кувшинки размером со стол и огромные лягушки. Одна из них выпрыгивает из воды и приземляется прямо на цветок. Животное похоже на гигантский камень, обтянутый бугристой кожей. Вряд ли, если поцеловать эту лягушку, она превратится в прекрасного принца. Вы прячетесь за большим кустом. Ого, только посмотрите, какой длинный язык у этого лягуцераптора. Но даже такой язык не спасет его от существа, что приближается сзади. Из воды появляется голова гигантского крокозавра. Внешне он напоминает обычного крокодила, просто в несколько раз больше. Как будто он и без этого был недостаточно ужасающим. Лягуцераптор прыгает в воду и принимается грести своими огромными лапами. Начинается погоня, и вскоре оба существа скрываются под водой. Надеюсь, бедолаге удалось выжить. Вам почти жаль лягушку, но у вас нет времени грустить. Земля начинает дрожать. Это не к добру. Неподалеку от вас падают два дерева. Но что это за штука? Ого, это же черепахозавр. И он, мягко говоря, крупный. Ой, а это еще что за жужжание? Оно становится все громче и громче. Похоже на пчелу. Пожалуйста, пусть она будет нормального размера. Но вместо маленького насекомого на панцирь гигантской черепахи приземляется пчела-рекс размером с человеком. У него мощные лапки, а антенны выглядят по-настоящему острыми. Надеюсь, этот монстр не позовет подмогу. Вдруг раздается ужасающий пополь. Когда же все это прекратится? На землю падает гигантская тень. Вы поднимаете глаза и замечаете птицы подобного динозавра. Вы понятия не имеете, что это за существо. У него красновато-синие перья и острый клюв, полный еще более острых зубов. И что это за странные штуки под крыльями? Птица замечает пчелу и пикирует вниз, но та прячется под панцирем черепахи. Хорошая мысль. Что-то подсказывает мне, что я бы не смог так быстро среагировать. Я бы в таком случае просто... И тут происходит нечто ужасное. Взгляд птицы падает прямо на вас. Вы делаете маленький шаг назад, пока другие животные вас не заметили. Щелк! Под ботинком раздается предательский хруст ветки. И в ту же секунду на вас устремляются десятки глаз. Любопытных, злых и голодных. Придется бежать! Вы срываетесь с места и бежите, пока не добираетесь до высокого утеса, под которым бурлит река. Вы зажмуриваетесь и прыгаете. Бум! Вас трясет. Вы открываете глаза и понимаете, что это был всего лишь сон. Так ведь? Точно? Гонка начинается! Нильский крокодил легко обгоняет бегемота. Они плывут против сильного течения, и тело крокодила отлично приспособлено к плаванию в бурной воде. Он весит как два холодильника и считается самой тяжелой рептилией на Земле. Крокодил умеет плавать со скоростью до 35 километров в час. Бегемот плавать вообще не умеет. Он просто ходит по дну реки, отталкиваясь от больших камней. Животное также может блокировать ноздри, чтобы в них не попадала вода во время скольжения. Удобно, но так заплыв не выиграть. Крокодил достигает берега и начинает бежать через поле. Но лучше ему посторониться, ведь его уже догоняет бегемот. Несмотря на огромный вес, гиппопотам может обогнать даже человека. Крокодил успел вырваться вперед, но на суше бегемот его быстро нагнал и обошел, выиграв гонку. Эй, дорожный бегун, от кого это ты убегаешь? Ого! Койот уже близко и буквально наступает на пятки. Калифорнийская земляная кукушка развивает скорость до 32 километров в час или даже больше, когда хочет есть. В отличие от мультфильма, в жизни койот бегает в два раза быстрее кукушки, но мультяшная версия веселее. Первую дорожку занял ленивец из густых джунглей Южной Америки. А рядом на второй дорожке мы видим виноградную улитку. И гонка за звание самого медленного животного на Земле начинается. Ленивцы передвигаются со скоростью 300 метров в час. Неудивительно, что их называют гигантскими движущимися подушками. Ладно, я их так называю. Улитка начала неплохо. За час она может пройти небольшой квартал. У этого бескостного существа есть только одна нога, покрытая защитной слизью. Насколько я вижу, ленивец так и не сдвинулся с места. А теперь он... Спит. И скорее всего он будет дремать на протяжении всей гонки, так как ленивцы отдыхают до 15 часов в день. Они спят больше половины своей жизни. Смотрите-ка, улитка покинула солнечный участок и заползает в тень. Подождем пробуждение ленивцы и вернемся к этой гонке позже. Медведь-гризли может запросто обогнать человека. Если вы пришли на пикник и приготовили что-то вкусное, забудьте и убегайте! Максимальная спринтерская скорость человека составляет 45 км в час. Рекорд был установлен Усейном Болтом. Так что он может и успел бы убежать. Однако, если вы бегаете медленнее, беды не миновать, вы никогда не убежите от медведя и, возможно, станете его обедом. Но кто же из всех видов медведей самый быстрый? Белые медведи, медведи-гризли, бурые медведи, малайские медведи и милые плюшевые панды. На старт, внимание, марш! Напряжение нарастает. Гризли и бурый медведь идут нос в нос. Бурый медведь умеет бегать так же быстро, как гризли. Малайский медведь – самый маленький медведь в гонке. Он не больше двух метров в длину и у него нет шансов. Белый медведь отлично стартовал, но за гризли и бурым медведем ему все равно не поспеть. Гризли вырывается вперед, а теперь бурый. Гризли снова впереди. Погодите-ка, а где панда? Что она делает? Похоже, она не знает, что участвует в гонке. Только полюбуйтесь на эту милашку. Панда только что доела третью бамбуковую палочку. За день животное может съедать до 30 килограммов бамбука. Солидно. Смотрите, она нашла короткий путь и теперь катится вниз по склону. Она пролетает мимо гризли и бурого медведя. Гонка окончена. Панда победила. Простите, мишки. Мы-то знаем, что панда не такая уж и быстрая. На самом деле, это один из самых медленных видов медведей. Тем не менее, если вы видите панду, катящуюся вниз по склону, в вашем направлении – бегите. Максимальная скорость Боинга 747 составляет около 1000 километров в час. А самая быстрая птица – сероголовый альбатрос, который развивает скорость до 130 километров в час и может лететь без перерыва до 10 часов. Сапсан летает быстрее, но только когда несется вниз, заприметив добычу. Берегись, голубь! Ух ты! Большие самолеты поднимаются в воздух достаточно медленно. А как насчет альбатроса? Он поднимается и опускается всего за несколько секунд, и сейчас он лидирует. Возвращаемся к самой медленной гонке. Ленивец наконец-то проснулся, но пока ему удалось лишь поднять лапу, чтобы дотянуться до ветки. Улитка все еще пытается вскарабкаться на большой камень. Ленивцы проводят большую часть времени неподвижную, чтобы не стать чьим-то завтраком. Не самая удачная подготовка к забегу. Погодите. В гонку вступил третий спортсмен – слоновая черепаха. Благодаря мощным лапам животное развивает скорость, которая в четыре раза превышает скорость улитки. Становится интересно. Похоже, эта гонка продлится целое столетие. Черепаха бежит и ловко уворачивается от препятствий. Ничто не может ее остановить. Эй, ленивец! Так нечестно. Хватит скидывать на землю ветки. Глубоко под землей крот прорывает себе путь. Он может съесть столько дождевых червей, сколько весит сам. А еще копать со скоростью пять метров в час. Американский барсук не только копает быстрее всех остальных животных, но и удивительно быстро передвигается по суше. Иногда он даже может разогнаться до скорости человека. Итак, американскому барсуку удается выиграть тоннельную гонку. Жаль, что крот не видит, куда бежит. На самом деле он не слепой, просто у него очень плохое зрение. А еще он дальтоник. Было бы здорово, если под землей можно было бы носить очки. А вот и гордый гепард, несущийся с головокружительной скоростью. Кто самая быстрая млекопитающая на земле? У кого-то остались вопросы? Самую быструю особь гепарда звали Сара. Когда ей было 11, она пробежала 100 метров менее чем за 6 секунд. В погоне за добычей гепард может разогнаться до 130 километров в час. Сара выросла в американском зоопарке и была одним из первых гепардов, у которого появился друг-щенок. Алекса и Сара – друзья навсегда. Но прямо над Сарой летит маленькая летучая мышь. И по сравнению с ней кажется, будто Сара никуда не спешит. Бразильский склочатагуб развивает скорость до 160 километров в час. Вот кто самая быстрая млекопитающая на земле. А теперь посмотрим на совсем маленьких бегунов. Перед вами жук-скакун. Он мчится со скоростью 10 километров в час. Может показаться, что это не так уж много. Но учитывая размеры, жук по-настоящему молниеносен. Это как если бы человек мог состязаться со скоростным поездом. А вот и сахарский серебряный муравей. Муравьи – командные игроки. И их сила в групповой работе. Но даже одна особь обладает невероятными физическими способностями. Муравей может поднять вес в сотни раз превышающий его собственный и развивать головокружительную скорость. Усейн Болд делает 4 шага в секунду. А серебряный муравей – 50. Ученые обнаружили, что достигнув максимальной скорости, эти насекомые любят скакать галопом. Перед вами последний участник нашего турнира. Самое быстрое животное на Земле. И это крошечный клещ. Он не больше кунжутного семечка. Если измерять скорость в длинных телах в секунду, это микроскопическое животное движется быстрее, чем любое другое существо на планете. Считается, что клещ бегает почти в два раза быстрее жука-скакуна. Если бы он был размером с человека, то бегал бы быстрее скорости звука. Интересно, а как там наши животные капуши? Они еще не закончили? Черепаха лидирует. Улитка, наконец, переползла через камень, а ленивец почти добрался до второй ветки. Черепаха находится в метре от финишной черты. Нервы на пределе. Какой накал! Но, похоже, я еще успею выпить кофе. Ого! На Земле появилась куча злодеев. Почему они возникли все сразу, мы никогда не узнаем. Сейчас нам как никогда нужен настоящий герой. И желательно не из тех, которые носятся в костюмчиках, напоминающих нижнее белье. Время действовать, ученые! Внизу в лаборатории они уже заняты отбором лучших фрагментов ДНК, которые только может предложить природа. Вы спрашиваете, какой у них план взять лучшие части от разных животных, чтобы получить сыворотку супергероя. Супергерои обычно быстрые, очень быстрые. Наш герой нуждается в быстрых рефлексах. И в этом никто не сравнится с длинноногой мухой. При тревоге ее время реакции составит менее 5 миллисекунд. Если бы вы попытались ее сфотографировать, она бы вышла размытой в 9 случаях из 10. Это же надо так стесняться камеры! Но способность уворачиваться от фотокамер может быть не совсем тем навыком, который нужен нашему герою. Как насчет ДНК, одного из самых умных беспозвоночных, я говорю о молниеносных рефлексах и удивительных навыках реакции. Осьминоги. Одни из величайших мастеров побега. И они даже умнее некоторых людей, а может быть и многих. У осьминогов 3 сердца и 9 мозгов. О, наверняка они терпеть не могут надевать на работу костюм. А каждая рука, да, это никакие не щупальца, имеет свой собственный мозг. И это помимо основного, похожего на пончик мозга, который контролирует весь организм. Это означает, что каждая его рука может двигаться, будто она сама по себе. А реакция в них быстрее, чем у профессиональных бейсболистов, даже с 8-ю бейсбольными перчатками. Но это еще далеко не все, что осьминоги могут дать нашему герою. Наряду с каракатицами они обладают прекрасными маскировочными навыками. Их кожа может соответствовать цвету, текстуре и узорам любого фона. Настоящие чемпионы по пряткам. Все члены этого семейства, в основном кальмары, каракатицы, улитки, слизни и даже гениальный осьминог, на самом деле являются дальтониками. Да, так же, как и вы сейчас, ученые абсолютно сбиты этим с толку. Уникальность этих существ заключается в том, что они имеют светочувствительные клетки по всей коже, а не только в глазах. Представьте, что вы можете видеть всем своим телом. 360-градусное зрение весьма недурно для супергероя. Суперсила – это следующая необходимая способность. И тут нам на помощь приходит навозный жук. Он может тянуть массу, которая более чем в тысячу раз превосходит его собственный вес. Так что по отношению к массе тела это самое сильное животное на свете. Представьте, что среднестатистический человек будет тянуть 13 слонов. Или 35 тысяч чихуахуа. Откуда вообще взялись все эти собаки? Навозный жук легко справится с задачей. К тому же он передвигает предметы, делая стойку на своих лапках. Нашему герою это однозначно понадобится. Итак, время для защиты. Если ожидаете, что природа одолжит нам ДНК кожи панголина или броненосца, то вы ошибаетесь. Наш супергерой также должен быть проворным. Лучше всего добавить немного ДНК верблюжьей кожи. Это пустынное животное, поэтому вполне логично, что оно обладает просто невероятно жесткой кожей. Оно может выдержать обжигающий горячий песок пустыни и палящее жаркое солнце. По крайней мере, ученые не выбрали кожу кита. Даже несмотря на то, что она считается самой прочной. Кожа толщиной почти в полметра могла бы дать нашему супергерою куда большую защиту. Но протискиваться через дверные проемы стало бы настоящей проблемой. Есть две основные вещи, которые совершенно необходимы для выживания. Кислород и вода. Наш герой не должен беспокоиться о таких вещах, особенно если рядом полно злодеев. Ученые решили смешать ДНК маленькой калимантанской барбурулы и колючей ящерицы молох. Таким образом, нашему герою никогда не придется заходить в магазин за бутылочкой воды. Калимантанская барбурула не нуждается в легких. Ее тело поглощает кислород через кожу. Плоская поверхность тела создает огромную площадь для дыхания. Это не самый эффективный способ получения кислорода, поэтому хорошо, что лягушке не нужно слишком много двигаться. Ещерица молох может дать нашему герою надежную защиту. Но у нее также есть умная техника получения воды. Она всасывает воду через задние лапки, поэтому ей никогда не нужно останавливаться, чтобы попить. Она словно губка. Вода бросает вызов гравитации и всасывается вверх. Итак, нашему герою просто нужно будет наступить на что-нибудь мокрое, вместо того, чтобы постоянно таскать свою бутылку с водой. Быть супергероем – тяжелая работа, которая требует времени. Желательно, чтобы нашему герою не приходилось регулярно наведываться в закусочные, вместо того, чтобы спасать мир. Изумрудная Элизия дрейфует по мелководью, пытаясь найти на обед вкусные водоросли. Как только она насытится, дело сделано. На месяце или даже навсегда. Это одно из немногих существ на Земле, которая способна осуществлять фотосинтез, как растение. И питаться солнечной энергией. Ей не нужно все время останавливаться и есть, как нам, что также экономит целую кучу времени в уборной. Больше никаких перерывов. Обязательно добавим немного ДНК Элизии в нашу геройскую смесь. Все супергерои обладают той или иной формой сверхскорости. Наш герой нуждается именно в этом. Самое время задуматься о скорости полета. Сапсан может легко развивать скорость до 90 км в час, взмахивая крыльями. Не очень молниеносно. Но самое интересное – это то, как он пикирует. Сапсан замечает свою цель, когда она еще далеко. Делает несколько быстрых вычислений и ныряет вниз к жертве со скоростью более 320 км в час. С предельной точностью. Эти птицы эволюционировали таким образом, чтобы быть максимально аэродинамическими. Когда они уходят в пике, то все еще могут дышать через нос и видеть преследуемую добычу. У них есть стержень и плавник в каждой ноздре, чтобы замедлить поток воздуха. Их глаза имеют специальные щиты, которые блокируют любую пыль. Вам обед подан. Способность быстро пикировать прекрасна, но наш герой также должен уметь летать прямо. Нужно будет добавить ему немного маневренности. Для этого нам потребуется особенный летун, но это не птица. Бразильский складчатогуб почти ничего не весит, но это не мешает ему быть самым проворным летающим существом. Достигая скорости 160 км в час в горизонтальном полете, эта летучая мышь буквально становится акробатом неба. Что-то подобное нам определенно понадобится. Легкость и подвижность – идеальное сочетание для супергероя. Плюс способности эхолокации этой летучей мыши могут пригодиться для раскрытия ночных преступлений. Итак, у нас уже есть скорость и сила. Отличное сочетание, но настоящему герою нужно еще немного мощи. Ему понадобится мощность креветки богомола. Сила ее удара составляет 155 кг. Это как если бы на вас свалилась большая панда. Скорость удара креветки под водой составляет 80 км в час. Это настолько быстро, что вызывает ударную волну. Ее размах настолько силен и быстро, что может вскипятить воду. Нашему герою также не помешали бы самые быстрые челюсти в мире. Муравей Адантамахус может закрывать свои челюсти с невероятной скоростью в 230 км в час. Это в 2000 раз быстрее, чем вы моргаете. И куда быстрее, чем я могу это прочитать. Укус нужен не только для защиты. Муравьи также используют его, чтобы сделать стильный гаджет. Свое собственное катапультируемое сиденье. Когда муравей кусает землю на такой скорости, его может подбросить на 46 см. Не очень высоко, но представьте, что это делает толпа Адантамахусов. В общем, повсюду попкорн в виде муравьев. Увеличьте его размер до человеческого, и наш герой будет совершать грандиозные вертикальные скачки. Итак, супергерой готов к выживанию, полету, скорости, маскировке. У него нет нужды в туалете, он может прыгать ртом, пить воду из лужи. Какие же еще силы могут ему понадобиться? А как насчет жизнестойкости? Чтобы дать нашему герою лучшие шансы на выживание, нам нужно добавить в нашу сыворотку большую ложку ДНК тихоходки. Это крошечное существо живет всего два года, когда не подвергается воздействию экстремальных условий. Не похоже на мировой рекорд. Так что же делает тихоходку такой особенной? Этих маленьких существ находили по всей планете, причем в самых экстремальных местах. В Антарктиде, пустыне Сахари и даже на горе Эверест. Они могут выжить в космосе даже без скафандра. Астронавты выносили их за пределы своей космической станции на 10 дней. Без воды, без кислорода, без пищи. Как они смогли выжить? Они могут по собственному желанию включать гипернацию. Поэтому, когда становится совсем трудно, они просто замедляют функции организма. Пока кто-нибудь не будет достаточно добр, чтобы позволить им вернуться на космическую станцию. Так что немного ДНК тихоходки, и наш герой сможет пережить все что угодно. Ну вот мы и получили идеальную сыворотку супергероя из разных ДНК. Хотелось бы надеяться, что этот рецепт не попадет в плохие руки. Опять мимо! Какая глупая трата времени бегать со свернутой газетой, пытаясь поймать муху, которая жужжит у вас над головой. Почему она не боится вас и не улетает? И почему она такая быстрая? На самом деле, для своих размеров мухи развивают вполне обычную скорость. Это вы слишком медлительны. Крошечный мозг мухи реагирует на то, что видит, в несколько раз быстрее, чем человеческий. Одна секунда для мухи – это пять или шесть секунд для вас. Когда муха на вас смотрит, вы выглядите так, словно медленно бредете по дну бассейна. Что если выпустить воздушный шарик из окна своего дома и наблюдать, как он опускается на землю? Именно так для мухи падают обычные вещи – медленно и долго. Так что скорость ее реакции – как у ниндзя. А еще у мух особенные глаза. Они разделены на тысячи рецепторов, которые улавливают весь свет вокруг одновременно. Мы используем мелкие мышцы, чтобы поворачивать глаза и голову для того, чтобы смотреть в разных направлениях. У мух нет таких мышц, и они им не нужны. Они могут видеть практически во всех направлениях сразу. Независимо от того, с какой стороны вы подкрадываетесь, наверняка муха уже давно вас заметила. Вы, наверное, видели в кино, как сверхзвуковые самолеты вращаются на варп-скорости. Муха тоже так умеет, но у нее гораздо более крутые крылья. Она может менять направление в полете, останавливаться и уклоняться от любых препятствий. Она даже может рассчитывать стратегию полета перед взлетом. Ну, на этот раз вы действительно собираетесь прихлопнуть эту муху. Когда вы поднимаете свернутую бумагу, мозг насекомого тут же вычисляет место удара. Муха немедленно принимает идеальное положение и готова выполнить маневр уклонения. Если ваша рука движется перед насекомым, его лапки немедленно совершают наклон назад, чтобы помочь ему улететь в другом направлении. Ух ты! Из этой мухи вышел бы отличный боксер. Или футбольный вратарь. Так почему же эта наглая муха все еще кружится вокруг вас, несмотря на то, что вы уже давно пытаетесь ее прихлопнуть? Ну, потому что ваше тело – это шикарный пятизвездочный отель, а ваша кожа – это шведский стол с рядами вкусных угощений. За день ваша кожа выделяет пот, белки, углеводы, соль, сахар и другие химические вещества, от которых мухи просто без ума. Представьте, что идете по пустыне. Вы голодны и хотите пить. Вы подходите к высокой песчаной дюне и вдруг видите кучу еды. Столы с фруктами, конфетами, бутербродами и самым большим в мире фонтаном с колой. Охранник выглядит большим, крепким и… круглым? Да это же гигантская медленная черепаха. Теперь вы понимаете, почему муха летает вокруг. Вы и есть та черепаха! У вас действительно есть шанс поймать эту муху, но это все равно сойдет ей слаб в восьми случаях из десяти. Допустим, на вашем кухонном столе сидит муха. И вот что надо делать. Вам нужно прицелиться на несколько сантиметров дальше того места, куда, как вы думаете, она полетит. Мозг мухи будет думать, что вы целитесь прямо в нее, так что вы действительно можете перехитрить муху и застать ее врасплох. В чем же проблема? Просто очень трудно предвидеть маршрут побега мухи. Итак, вы слишком медлительны. А как насчет того, чтобы вызвать подкрепление? Встречайте жука-скакуна. Его скорость 2,5 метра в секунду. Он не может летать, но это даже не имеет значения. Этот жук бежит так быстро, что теряет способность видеть во время движения. Он ставит цель и затем бежит к ней. Он не ниндзя, как муха, и не может изменить направление в середине спринта. Ему нужно останавливаться перед каждым забегом. Вы ходите со скоростью около полутора метров в секунду. Так что жук передвигается примерно в два раза быстрее вас. Но для своих размеров он невероятно быстр. Он пробегает 125 длин своего тела за секунду. Допустим, ваш рост 180 сантиметров. Вам придется пробежать 225 метров за секунду. Пока он находится на той же поверхности, что и эта надоедливая муха, у нее нет ни единого шанса. Или, быть может, пришло время вызвать воздушную поддержку? Стрекоза. Самое быстрое летающее насекомое в мире. Это маленькое существо может развивать скорость до 55 километров в час. Это быстрее, чем нестись на велосипеде вниз по крутому склону. Крылья стрекозы позволяют ей также летать назад, вправо, влево, вверх и вниз, как вертолету. И тут же, неважно, как быстро может летать муха, скорее всего, игра для нее будет окончена. Мухи, стрекозы и жуки-скакуны быстрые, потому что они просто не хотят проводить слишком много времени на открытом воздухе. Вокруг полно голодных врагов. Но есть одно насекомое, которое быстро бегает, потому что если оно остановится... Ой. Чтобы увидеть шустрого серебряного муравья, нам придется отправиться в пустыню Сахара. Песок там такой горячий, что на нем можно готовить яичницу. Ммм, все в песке. Вот почему серебристый муравей движется со скоростью полметра в секунду. Он просто не хочет обжечь себе лапки. Он также имеет треугольную форму волосков, которая отражает тепло и помогает муравью избежать палящего солнца. Если бы этот муравей был размером с человека, он мог бы бегать со скоростью 600 километров в час. Быстрее, чем самый быстрый автомобиль в мире. Есть еще один муравей, который устанавливает рекорды скорости. Муравей Дракула. Не может бегать так же быстро, как серебряный муравей, но у него самый быстрый рот в мире. За какую-то секунду он может открывать и закрывать челюсти 5000 раз. Как насчет еще одного шустрого и на этот раз куда более домашнего существа? Американский таракан может прятаться в стенах, за печкой, где угодно. Его практически невозможно поймать, ведь он может двигаться со скоростью полтора метра в секунду. Это из-за шести его лапок, каждый из которых имеет три колена. Его ножки покрыты мелкими волосками, которые чувствуют любое изменение в воздухе. Вот почему он так быстро реагирует, когда вы входите в кухню и включаете свет. А титул самого быстрого существа на суше принадлежит насекомому размером с кунжутное семечко. Это разновидность клеща, и он может передвигаться со скоростью 322 длины своего тела в секунду. Если бы клещ сделался размером с человеку, он мог бы передвигаться почти в два раза быстрее скорости звука. Он может даже менять направление движения. Все это делает его самым быстрым и неуловимым существом на планете. Но давайте найдем существ, которые действительно заставляют нас чувствовать себя хорошо. Вот, например, садовая улитка. Она принадлежит к семейству моллюсков и любит приятно проводить время. Если бы мы двигались со скоростью улитки, то за два часа делали бы где-то по два шага. Но улиткам все равно. Они существуют уже сотни миллионов лет. Улитки используют свою раковину для защиты, но у них имеются и другие приспособления. Некоторые улитки издают неприятный запах, чтобы к ним никто не приближался. Если становится слишком жарко и сухо, улитки прячутся в своих раковинах и запечатывают себя, используя прохладную слизь, которую они сами же вырабатывают. Эта слизь также помогает им взбираться на деревья. Ленивцы – самые медленные млекопитающие на планете. Благодаря замедленному метаболизму они могут переваривать пищу до 16 дней. Поймать их не составляет никакого труда, но их медлительность на самом деле им неплохо помогает. Знаете, как в кино говорят? «Стойте! Не делайте резких движений!» Ну, ленивцам это точно не грозит. Другие животные просто не замечают их там, среди листьев. Ламантины – одни из самых медлительных морских существ. Но они не слишком беспокоятся, когда к ним кто-то приближается, за исключением людей на моторных лодках. Они огромные, и у них толстая-притолстая кожа. Они похожи на морской контейнер, но гораздо симпатичнее. Еще один неторопливый пловец – гренландская полярная акула. Она плавает со скоростью около километров в час. Как и ламантина, эта акула большая и весьма внушительная. Вряд ли кто-то захочет бросить ей вызов. Но все эти обстоятельства способствовали тому, что у нее появился необычный лайфхак для перекуса. Гренландская акула обычно куда медлительнее, чем любая другая рыба. Единственный шанс, который она может использовать, это дождаться, когда рыбы засыпают, чтобы ими перекусить. Самое примечательное, что спокойный образ жизни акулы на самом деле значительно продлевает ей жизнь. Средняя продолжительность жизни гренландских акул составляет 300-500 лет. Они живут в Северной Атлантике и Северном Ледовитом Океане. Представьте себе, что вы находитесь в круизе и встречаете одного из этих медлительных гигантов. Он может быть на 400 лет старше вас. На дворе жаркий летний день. Вы отдыхаете на свежем воздухе и наслаждаетесь погодой. Собираясь прилечь на траву, вы вдруг замечаете. Фу, что это? Кажется, будто кто-то плюнул. Но на самом деле этот дом пенится слюнявый. Эти насекомые питаются соком растений и производят огромное количество пузырьков, вес которых в 150 раз превышает их собственный. И так каждый день. Пузырьки образуют кокон, в котором молодые насекомые могут развиваться. Ни одна птица или животное не захочет съесть этот кокон, потому что на вкус он такой же горький, как картридж Нинтендо. Посторонись, гепард! Похоже, муравей Дракула является самым быстрым животным в мире и единственным вампиром в мире муравьев. Спорим, эти насекомые выиграют любой конкурс по поеданию гамбургеров, ведь они работают челюстями в 5000 раз шустрее, чем человек моргает. Чтобы понять, насколько это быстро, нужно снять видео со скоростью 480 тысяч кадров в секунду. Тогда вы увидите, как муравей медленно двигает жвалами. Перед нападением мандибулы насекомого сомкнуты. Но затем верхняя выстреливает вперед и хватает жертву. Это движение можно сравнить со щелчком пальцами. Курица Айям Цемани – самое темное животное на свете. У нее черные не только перья, глаза и когти, но и кости. Причем цвет не просто черный, а и сине-черный. Если вы когда-нибудь попробуете куриные крылышки Айям Цемани, они будут выглядеть так, будто кто-то замариновал их в ежевичном соке или чернилах кальмара. Считается, что Марко Поло первым открыл этих необычных птиц. Еще в 1298 году исследователь писал о курах, которые были черными, как кошки, и несли лучшие яйца. Эта пресноводная рыбина появилась на свет в начале 20 века и, возможно, помнит старые добрые времена черно-белого и немого кино. Одному большеротому буффало удалось дожить до 112 лет. Однако самые древние существа в мире обитают в море. Это глубоководные губки, которые в свои 11 тысяч лет, так сказать, полны сил. У этой рыбы невероятно мощные жабры, которые позволяют ей задерживать дыхание более чем на 4 минуты. Встречайте! Рыба-гроб. Это странное, но очень выносливое существо, также известно как морская жаба. И неудивительно, ведь оно больше похоже на жабу, чем на рыбу с плавниками и чешуей. Проглатывая морскую воду, рыба может раздуваться и становиться похожей на воздушный шар. Эта сверхспособность позволяет ей задерживать дыхание на несколько минут и получать кислород из воды, которую она проглотила. Но ей далеко до человека. Чемпион мира может задерживать дыхание более чем на 20 минут. Существуют животные, которые производят для себя одежду. Губчатые крабы мастерят из губок что-то вроде шляп, чтобы защищать себя от хищников. В стремлении выяснить, как крабы выбирают себе экипировку, исследователи подложили им несколько поролоновых губок разных размеров. Оказалось, чем больше краб, тем более крупную губку он выбирает. Чтобы добиться необходимой формы, крабы вырезают небольшое отверстие для головы, а затем смотрят, подходит ли им размер. Если все в порядке, они продолжают резать губку, пока та не превратится в идеальную шляпу. Недавно исследователи обнаружили мотылька, который пил слезы птиц, пока те спали. До сих пор удалось зарегистрировать только три случая, когда животные питались слезами других животных. Так вели себя амазонские бабочки, пчелы-одиночки и мотыльки. Их рацион состоит в основном из нектара, и в нем не хватает необходимых солей, которые не так-то легко раздобыть. Поэтому насекомые пьют слезы не только у птиц, но и у черепах, крокодилов и млекопитающих из джунглей Амазонки. Серьезно, крокодиловые слезы? Некоторые морские обитатели излучают красный свет. Например, черный молокост использует его, чтобы ловить добычу. Креветки не различают красный свет, поэтому рыба подсвечивает их своими фарами, не рискуя распугать обед. Кстати, млекопитающие тоже умеют светиться. Белка-летяга светится под ультрафиолетом и излучает розовый свет. А все потому, что она поглощает свет и потом излучает его с другой длиной волны. У утконосов не такие уж большие защечные мешки, зато их назначение самое необычное. Животные прячут в них гравий, который помогает им перемалывать пищу – червей, моллюсков и улиток. Поскольку у этих млекопитающих совсем нет зубов, гравий выполняет роль блендера. Что же они тогда используют для плоскания рта? Если бы у людей были такие же щеки, как у бурундуков, мы могли бы доставлять покупки из супермаркета прямо во рту. Эти зверьки способны носить за щеками предметы весом и размером с себя. Хомяки тоже обладают такой суперспособностью и даже могут в случае опасности переносить во рту своих детенышей. Маленькая морковка, которая не так уж мала в сравнении с хомяком, может запросто поместиться в огромных щеках грызуна. Рыба-слизень, которая обитает в Марианской впадине, относительно небольшая. Ее размер достигает длины двух шоколадных батончиков. Несмотря на это, она легко выдерживает давление, равное весу 1600 слонов. У рыбы уникальное строение тела. Например, у нее в черепе есть пустоты. Если бы череп был однородным, он бы ни за что не выдержал давление в глубинах Марианской впадины. Кроме того, хрящевой скелет рыбы мягкий и гибкий. У нее также нет настоящих глаз, но они и не нужны, ведь рыба обитает в полной темноте. А теперь встречайте лягушку Пиноккио. Вы, наверное, уже догадались, что ее нос может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от ситуации. Всякий раз, когда она чувствует приближение опасности, нос становится больше. Когда же лягушка спокойна, нос снова становится нормальным. Он также может удлиняться, когда рептилия хочет привлечь партнера. И когда врет. Ладно, шучу. Вы любите дождь? Возможно, вы берете чашку горячего шоколада, заворачиваетесь в плед и садитесь на подоконник, чтобы понаблюдать, как капли стекают по стеклу. Тогда вы точно не берманская курносая обезьяна, которую недавно обнаружили в Мьянме. Ноздри этих животных так высоко подняты, что бедняги чихают каждый раз, когда начинается дождь. Но если вы пели в хоре, у вас все же есть кое-что общее. Курносые обезьяны обожают петь. Амазонские речные дельфины не рождаются розовыми. Их детеныши появляются на свет серыми, но с возрастом розовеют. Точно так же, как у людей постепенно появляются морщины, кожа дельфинов приобретает другой оттенок. А что, мне нравится это свойство. У термитов невероятный график сна, и в этом им, пожалуй, можно позавидовать. Им вообще не нужно спать. Зато они постоянно грызут деревья. Ну а если вы боитесь набрать вес из-за диеты и богатой клетчаткой, тогда можете превратиться в улитку. Она спит в течение нескольких часов, заряжается энергией, а затем может бодрствовать в течение 30 часов подряд. Ни одна рыба не способна долго прожить без воды, кроме протоптера. Чувствуя опасность, он начинает выделять слизистый кокон и взрывается под землю примерно на 23 сантиметра. А дышать ему позволяет специальная встроенная трубка. Уэты, что обитают в Новой Зеландии, не боятся резких перепадов температур. В их крови содержится особый белок, который не дает крови кристаллизоваться при экстремальных температурах. Они переносят холод лучше, чем белые медведи и даже пингвины, которые живут в самом холодном месте в мире – Антарктиде. У кошачьих лемуров невероятный способ разрешения конфликтов. Они устраивают вонючие драки. Как правило, одна группа состоит из 20-30 особей, и конкуренция в ней довольно высока. На запястьях и плечах животных располагаются специальные железы. Те, что расположены на запястьях, безвредны. Запах, который они производят, быстро выветривается. А вот те, что на плечах, производят коричневую пасту с ядким запахом, который продержится дольше самых стойких духов. Лучше держитесь подальше!